Путь этого юного артиста только начинается, но уже его музыка побед прозвучала на большой сцене. Сегодня прошла первая репетиция нашего участника на детском конкурсе Евровидения на Мальте. Динамично, ярко, с графикой в стиле комиксов и танцами на гироскутерах. В этом году зал довольно компактный, всего на 950 мест. Каким увидят номер белорусского артиста в финале? Из валеты Нина Можейко. Главная сцена детского конкурса песни Евровидения на Мальте расположена в средневековом госпитале или, согласно архаичному названию, в Святом Лазарете. Еще у входа делегатов встречают рыцарские доспехи. Чтобы попасть в зону для конкурсантов, необходимо спуститься на уровень ниже. Современный валета-холл внушительных размеров. Его длина 155 метров. Феноменально с учетом архитектуры. Никаких поддерживающих конструкций. Просторная локация подходит для подготовки конкурсантов перед тем, как отправиться на сцену. Здесь Саша и балет разминаются перед первой репетицией на гироскутерах. Следующий шаг – настройка ушных мониторов. Для этого артист идет в специально оборудованную комнату. Наушники должны идеально подходить. Технический аспект подготовки – самый важный. Меня волновало несколько моментов. Во-первых, это то, как тебя Саша будет слушать сам. Во время репетиции в Белоруссии мы работали, то есть мы использовали ушные мониторы. И наши все репетиции проходили непосредственно, как бы максимально приближены к этой обстановке, которая сейчас, здесь и сейчас. Из холла на сцену 40 минут на первую репетицию. Сашу и ребят плотным кольцом окружают профессионалы. Каждый в своем деле. Под контролем у наших специалистов вокал и хореография, за технической стороной, звуком и картинкой следит команда организаторов ЕВС. Было на самом деле мне очень комфортно, было очень круто, потому что тебя все так, ну как сказать, любят как бы это. И они тебе помогают, к тебе подходят каждый раз. Что тебе сделать, не знаю. Может быть, мониторы погромче, может быть, что-то потише. С ними согласовывалась и графика нашего номера. Комиксы для конкурса рисовала график дизайнер Белтирадио компании Елена Чурко. Так сцена буквально подпевает Саше, а вспышки СО2 усилят впечатление от номера. На сцене артисты ориентируются благодаря особому оформлению в качестве ограничителей плавные линии на площадке. Привыкают и к камерам, по периметру сцены их 14. Но над удачными ракурсами нужно работать, поэтому после прогона команда идет в просмотровую комнату. Здесь вместе с режиссером артисты смотрят выступления от начала до конца. Каждый план под запись специалиста все пожелания белорусской делегации учтут и реализуют к следующей репетиции в пятницу. Моя задача помочь увидеть телезрителям конкурсантов так, как вижу их я. Весь они вкладывают столько труда для того, чтобы выступить на этой сцене. В случае с Сашей у него очень техничный номер, в котором много нюансов. Мы постараемся сделать так, чтобы все его фишки оказались в лучшем ракурсе. Снимать белорусских конкурсантов будут с учетом динамики их номера. Камера в прямом смысле будет огибать артистов на сцене и панорама на 360 градусов. Впереди у делегатов репетиция церемонии открытия телешоу, а видео с первого прогона уже доступно в сети на официальном канале детского конкурса песни Евровидения. Нина Можейко и Николай Рузавин, агентство теленовостей Мальта.